Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Разговор о справедливой войне продолжается. Один из очень древних аргументов в пользу справедливости войны, который есть у блаженного Агустина и у Цицерона и очень-очень многих авторов, это помощь беззащитным. Собственно, идея мести на этом стоит, а война очень естественно вырастает из мести, когда долг отомстить, восстановить справедливость и не допустить повторения начинает распространяться как цепная реакция. Это и в Библии описано, и в сказаниях многих архаичных народов, и беззащитный. И здесь встает очень простой вопрос, который при этом редко задают. Во всем беззащитным? Конечно, нет. В любой рекомендации о войне как средстве защиты беззащитных всегда имеется в виду свои беззащитные, выборочно беззащитные. То есть русские защищают беззащитных русских, где бы те ни жили, американцы защищают беззащитных американцев, антиподы защищают беззащитных антиподов. Может быть и другой критерий. Можно защищать классово близких, социально близких. Такова, собственно, ленинская идея мировой революции, когда пролетарии одной страны защищают пролетариев любой страны. Потому что пролетариев все беззащитны, пролетариев нечего терять, кроме своих цепей. Они все порабощены, они все слабенькие. И требуется, разумеется, могучий интеллект Ленина и политбюро, чтобы освободить пролетариев беззащитных. Физические-то силы у них есть, ума не хватает. Ну вот, ленинский ум и ум других великих вождей известных историй. Кстати, у этой идеи защиты беззащитных, есть одно не очень веселое измерение, тоже своеобразная война, идея борьбы с абортами. Она ведь идея недавняя. Это идея 20-го столетия. Аборты были всегда с глубокой древности. Аборты были всегда, к сожалению, и древнейший способ аборта – это использование фармацевтики, ядовитых трав. Это самокалечение. И те, и другие аборты чрезвычайно опасны для здоровья беременной, и очень часто приводят к смерти. И даже в самые мрачные сталинские времена, когда аборт был уголовным преступлением, и врачи были обязаны доносить на тех, кто пытался сделать себе аборт, сделал и оказался сам на грани смерти. Существовала негласная врачебная этика, и она соблюдалась в том числе и верующими врачами. Это важно понимать. Женщина, которая в результате аборта попала в больницу, истекая кровью, и на грани смерти, плод погиб, она еще жива. И никто в милицию не обращался, и на женщину такое не доносил. И так человек вынес больше того, что в пределах человеческих сил. Об этом, кстати, есть у хорошей православной писательницы Людмилы Улицкой. Сама она врач. И для врача, вот даже верующей, ну это вот не обсуждаемо. И часто приходилось мне задавать вопрос. Вот вы защищаете нерожденных детей, детей. А почему вы не против войны? Потому что на войне гибнут те, кто может сам себя защитить. Но ведь это неправильно. На войне тоже гибнут дети, на войне гибнут беременные. И тому мы знаем, к сожалению, тьму, примеру. Так что эта логика не то чтобы порочная, но неполная. Неполная. Видим беременную женщину, ребенок, ее чреве. Это мой ребенок. Его надо защитить от ее матери. Он беззащитен перед нею. Видим свадебную процессию афганскую. Мы по ней саданем ракетой. Хотя там тоже может быть беременная женщина. Это не наша беременная. Избирательность. Двойной стандарт. Двойной стандарт в нравственности в этике – это всегда верный признак неверного морального суждения, порочности рассуждения. И когда Владимир Соловьев в своей повести «Три разговора», у него там отдельно монолог генерала, что вот у нас было, мы на Кавказе, или мы в Болгарии, и вот мы видим турки, значит, распороли живот, мучается, и мы их догнали, никого в живых не оставили. Разве мы неправильно пощадили? Это демагогия. Во-первых, почему вы на Кавказе? Что вы там делаете? Или почему вы не в Австралии? Почему вы только в одном месте, а не в другом? Как случилось, что вы оказались там с пушками, с целым полком, драгунами и так далее? Во-вторых, вы о турецких детях подумали? Вы совершенно уверены, что болгары не чинили сверст в отношении турецких беременных женщин? Мы знаем, что во время Первой мировой войны была армянская резня, резали греков, турки, но и болгары, и армяне тоже, в общем, не были толстовцы и пацифисты, там тоже были свои жестокости. Оправдана или нет? Нет, никакая жестокость не оправдана. Нельзя ставить вопрос, вот оправданная жестокость, вот неоправданная жестокость. Свои – это оправданная, не свои, но, извиняйте, это уже не нашего ума дела. Вот в чем дефектность аргумента о справедливости войны в защиту беззащитных. Это всегда избирательная логика, это всегда только по отношению к своим. Означает ли это, что не надо защищать беззащитных? Ну, конечно, надо, о чем мы говорим. Но защищать надо всех беззащитных. А защищать всех беззащитных означает защищать всех детей мира. Но тогда надо организовывать какую-то всемирную организацию, неорганизацию, союз, не союз. А что искать слово, когда есть слово человечество? Тогда надо, извините, в планетарном масштабе заботиться и о беззащитных детях в Нигерии, и в Йемене, и в России, и в Украине, и в Америке. Мы понимаем, что в Европе сейчас все равно какой-то процент детей не доедает. Не доедают в благополучнейшей Западной Европе. В России этот процент выше в разы. Просто нам не говорят, щадят наши нервы. Но это тоже есть. Можно их спасти локальными средствами? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И то, что мы дозрели до глобализации, не означает глобализация, что в любом магазине, в любой точке земного шара я должен иметь возможность скупить банан. Это не глобализация. Это паразитизм на глобализации. Это означает, что нигде в мире не должно быть беззащитного ребенка, который рискует умереть от голода, от недоедания и так далее. Вы меня спросите, так все-таки как с абортами. Знаете, давайте сперва наладим про голодных детей, про недоедающих, уже родившихся, про тех, кому грозят нацеленные на них пушки и ракеты. А потом давайте все вот в остальном порядке. И это будет логично. Решать проблему по мере их поступления, защищать детей по мере их рождения. Хотя я могу сказать про борта, да. Это каноническая территория женщины и мужчины. И мужчины. И отец, и мать должны решать, кто из них важнее. Одна плоть. Это общий ребенок. Мужик сбежал. Тогда, конечно, мать, но мы не можем ей приказывать. Либо мы должны сказать, ради я возьму. Не моя организация, не мой детдом, а лично я. А если ты говоришь нельзя, все, эта кавалерийская атака на проблему не пойдет. И то же самое, разумеется, когда речь идет о войне, потому что и эта попытка решить конкретную проблему универсальным средством. И в результате гибнут те самые конкретные люди, которых мы якобы пытаемся защитить. И на войне гибнут в первую очередь именно беззащитные и женщины, и дети, и старики, но прежде всего дети. Так что это все вранье и лукавство. Война поражает прежде всего на одного солдата, который закутан в кевлар, каски и так далее, и танки, всегда приходится четыре убитых мирных жителя. И войны начала третьего тысячелетия, начала нашего века, 21-го, эта статистика, к сожалению, вновь и вновь подтверждается. Это был Яков Кротов, Москва. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok